МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Джентльмен удачи полиции", все же удалось задержать неуловимого налетчика на АЗС. Благоустройство не в радость. После работы на радиозаводской у местных жителей появилась новая проблема. Боевая ничья президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов не смог обыграть воронежскую школьницу. Здравствуйте, РНТВ, Воронеж, новости 24. Ремонт воронежских дорог в самом разгаре. На что тратятся бюджетные деньги, как проходит реконструкция дорожного полотна и правильно ли расширяют улицы, проверили областные власти. Улица Никитинская перекрыта. Здесь меняют асфальт, укладывают новые тротуары. В планах обновление ограждения проезжей части и уличного освещения. Здесь уже освоено 50 миллионов рублей. Работают качественно, но вице-губернатор недоволен. В городе есть много мест, где подобный ремонт был бы еще нужнее. Тем более, что предусмотрены более масштабные работы. Ряд улиц, как известно, решено расширить. Безусловно, мы должны думать о том, что пропускная способность наших улиц должна возрасти, потому что автономизация будет расти, количество автомобилей будет увеличиваться. Работы по расширению уже ведут на Московском проспекте на въезде в город, на улице Брусилова. Вопрос по улице 60 армии пока открыт. Здесь надо, чтобы осталось место и для привычных в этом месте ярмарок. Если мы расширяем, то, соответственно, здесь мы... Возможность поведения термок... У нас достаточно. У нас вот здесь, интересно, что у нас вот так пойдет дорога, как я стопаю, на добрый день. То есть, в принципе, мы здесь, как бы, не обидим людей, которые сейчас приходят сюда. Подводя предварительные итоги, вице-губернатор отметил, что все работы будут выполнены в срок и о качестве можно не беспокоиться. Роман Попова, Александр Федоров, Новости 24. Отдыхающим на реке Воронеж в районе поселка Чертовицы следует быть предельно внимательными. Специалисты водоканала предупреждают горожан, с завтрашнего вечера возможен выход природного газа на поверхность воды. Это связано с плановыми профилактическими работами на водоподъемных станциях. Заранее было проведено исследование загазованности воздушной среды скважин и составлен прогноз движения газов. При остановке станции природный газ, не имеющий запаха, может выйти на поверхность. По оценкам специалистов, наибольшая вероятность этого существует в 4-5 километрах выше и ниже по течению реки Воронеж, если считать от моста по трассе Москва-Ростов. Работники водоканала и полицейские будут круглосуточно дежурить в районах выхода газа на поверхность. Жители улиц Овражной и Радиозаводской Коминтерновского района измучены зловонием, которое распространяет с некоторых пор старый канализационный коллектор. Но что особенно обидно людям, испытывать эти неудобства они начали после проведенного в их районе благоустройства. Хорошо, что телевидение передает запахи. А местным жителям не повезло. Зловоние из этого колодца распространяется на полкилометра. Этот коллектор до военной постройки эксплуатируется до сих пор. До недавнего времени трубы канализации были погребены под слоем земли и бетона. Когда в этом году асфальтировали наши улицы, переулки, стали мы как-то себя чувствовать тоже людьми. И нужно было асфальтировать возле этого сооружения. Всю землю вывезли. И остались бетонные плиты, щели полметровые, метровые. Какую ингаляцию мы получаем каждый день. Зловоние это еще полбеды. В открытый колодец волнуются люди, могут упасть дети. А во время ливни вода выходит за пределы коллектора. По рассказам жителей, иногда уровень воды здесь поднимается на полметра над землей. У нас самая низкая точка. Вот эта вся нечисть идет в этот коллектор. Коллектор двухметровый. Он уже не помещает вот эту всю воду, грязь, какая попадает во время ливневых и весенних паводков. Она идет, вот эта вся нечисть, растекается по нашим погребам. Местные жители не раз звонили в районную управу, но эти звонки плодов не принесли, а письменных жалоб в управу не поступало. В водоканале тоже ждут официальные заявки. Тогда злополучным коллектором и займутся специалисты. Роман Попов, Аркадий Миртов, Новости 24. Превратить Воронеж в центр разработки и реализации наукоемких проектов. Такую задачу поставили сегодня региональные власти на Совете промышленников. На Совет промышленников собрались директора предприятий, представители облправительства и мэрии. Обсуждают решения, поставленные президентом задачи по переходу экономики на инновационные рельсы. К 2020 году 40%, то есть почти половина производимой в стране продукции, должна быть инновационной. В нашей области этот показатель пока в три раза ниже, но стратегический план развития Воронежа уже разработан. Формирование благоприятной среды обитания и развития человеческого потенциала, формирование эффективной городской агломерации и инновационное развитие экономики города. Одно из мер называют поддержку малых и средних инновационных производств через госзаказ. А еще уменьшение бумажной волокиты и использование городской собственности для привлечения инвесторов. Салон перспективным и конкурентоспособным инновационным производством обещают всяческую поддержку. А с теми, кто не намерен встраиваться в новую экономическую политику, будет особый разговор. Мы должны все-таки заставить работать старые площадки промышленные, которые не используются сейчас, а такие есть у нас, к сожалению. В том числе, наверное, и какими-то методами понуждения заставляют через налоги. Предложение от промышленников поддержать грандами в первую очередь те научные идеи, которые реально внедрить на предприятиях. Все это вкупе должно к 2020 году превратить Воронеж в центр разработки и реализации наукоемких проектов. Ольга Побежимова, Евгений Адамов, Новости 24. Завод по производству индюшатины и шахматный дворец планируют построить в Воронежской области. Переговоры об этом ведутся с президентом Международной шахматной федерации и предпринимателем Кирсаном Илюншиновым. Сегодня он встретился с губернатором Алексеем Гордеевым. Губернатор тепло приветствует гостей Алексей Гордеев и бывший глава Республики Калмыкия Кирсан Илюншинов – товарищи. На рассмотрение инвестиционный проект по строительству в Бобровском районе завода по производству индюшатины. Инвестиции планируются большие 300 миллионов евро. Проект может стартовать уже этой осенью. Но это еще не все, с чем приехал Илюншинов. Президенту Международной шахматной федерации интересно развитие этого вида спорта в нашем регионе. Сегодня Кирсан Николаевич посетил детско-юношескую школу Олимпийского резерва номер 13. С одной из учениц сразился в шахматный блиц. Позже Илюншинов признается журналистам, что игра девочки буквально ошарашила его. Рассчитывал на легкую победу, в итоге кое-как вышел на ничью. Девятилетняя Катя в шахматы играет с пяти лет. Уже имеет первый разряд с двумя кандидатскими баллами. У меня брат КМС по шахматам. И учил меня с раннего возраста. Алексей Гордеев и Кирсан Илюншинов договорились о том, что несколько воронежских шахматистов будут включены в европейские и мировые детские чемпионаты. Но и это еще не все. Еще у нас есть программа Честенскул, шахматы в школах. Это ведение шахматно-факультативной на постоянной основе. Сегодня с руководством области мы говорили. И со стороны ФИДЕ будет оказана поддержка и материальная, и методическая. Это и нас обязывает тому, чтобы мы шахматы поднимали на новый уровень. Мне очень понравилась программа и вот тот анализ, который уже представлен ФИДЕ в мире, что если в школе внедряются шахматы как вид обучения, то повышается в целом образовательный уровень на 40%. Кроме того, Илюншинов готов построить в Воронеже так называемый шахматный дворец, который будет включать в себя филиал Международной шахматной академии, шахматную школу, музей и гостиницу. Наталья Ломова, Александр Федоров, Новости 24. Задержан и осужден налетчик-рецидивист, на счету которого 13 преступлений. Четыре из них – разбойные нападения на автозаправочные станции. В двух случаях не обошлось без пострадавших. Налетчик умело маскировался, но после очередного преступления его удалось задержать по горячим следам. Преступником оказался ранее дважды судимый за аналогичные преступления 40-летний житель Воронежа. К своим преступлениям дважды судимый Сергей Дорохов готовился основательно. В его арсенале обнаружены пистолет, обрез охотничьего ружья и две гранаты. Для маскировки 40-летний мужчина использовал камуфляжную одежду, кепку, солнечные очки. С помощью париков приобретал бороду и усы, менял прическу. Составить фоторобот полиция не могла. На свое последнее дело преступник тоже отправился при полном параде. Вот только с местом прогадал. Там был тот же кассир-оператор, которая его опознала и сказала, что прямой текст, что достал уже сюда ходить. Он немножко подрастерялся. Кассир знает, что будет дальше. Выбрасывать деньги из кассы в сумме 17 800 рублей и прячется в туалет от него. Вернуться на ту же заправку, где было два месяца назад, Дорохова заставила жадность. Ему не давал покоя стоящий там сейф. Прихватил гранату. Но ознакомиться с содержимым сейфа мужчине так и не удалось. Кассир вызвал полицию и за Дороховым началась погоня. Преследование продолжалось порядка по расстоянию где-то 2-2,5 километра. Наблюдалась очень физическая подготовка гражданина. То есть он бежал, не останавливаясь, не реагировая на крики, угрозы, выстрелы пистолета. Подготовка у Дорохова была. В детстве занимался спортом, после армии его служил в ОМОНе. Интересно, что жертвы преступника, даже те, кто был ранен при налете, отзывались о нем как о человеке вежливым и тактичным. Сам наличник уверял, что грабил, пытаясь спасти умирающую тещу. Своё театральное мастерство преступник теперь будет 6 лет оттачивать в тюрьме. Ксения Солдатова, Вадим Улькин, Новости 24.